привет друзья меня зовут кузнецов сергей и это канал опыт чудака и сегодня из севастополя мы отправляемся на гору мангуб калле друзья на мангуб калле снималась начало и конец собственно фильма крым который многие видели кто-то может быть не видел его я считаю хороший фильм фильм повествует нам о событиях происходящих крыму 2014 году мы можем по-разному относиться к этим событиям но так или иначе они произошли но фильм я бы заметил не полностью политический изначально мне не очень хотелось его смотреть потому что я думал там будет полностью пропаганда и однобокость в передаче позиции людей и происходящего однако на самом деле фильм показывает настроение людей с разной стороны конфликта и тонко рассказывает историю чувств любви двух молодых людей поэтому кто не смотрел рекомендую к просмотру ну а мы едем именно на место съемок этого фильма на мангуб калле едем мы на машине будем подниматься в гору пешком так что смотрим друзья до конца заставка пошла все тут маленькая кнопочка есть я хорошо иметь работящую жену весь дом построила мне я гвозди такой чувак подавать дорога из севастополя на мангуб калле лежит по прекрасным местам красивейшим вокруг горы виноградники просто изумительно старожилы говорят что вот эти места где сейчас мы проезжали виноградники где сейчас растут в послевоенные годы я имею ввиду отечественную войну сорок первый сорок пятый год сплошь были немецкие могилы не знаю что и сейчас с ними стало наверно перезахоронили куда-то говорят сплошь были кресты и могилы до мангуб калле от севастополя примерно 40 километров может быть чуть больше дорога прекрасная превосходная так что даже если у вас не внедорожник пожалуйста можете приехать мангуб калле это древний подземный город который находится на скале таких городов на территории крыма очень много мангуб калле просто одно из самых ярких подобных достопримечательностей на самом деле доподлинно неизвестно кто их строил есть различные версии есть официальные неофициальные мне больше симпатичнее неофициальные версии есть такая позиция что вообще все горы крыма да и не только крыма и многие другие горы в мире в китае там на тибете где-то что это все следы добычи пород горных пород добычи каких-то минералов огромным горным экскаватором и на самом деле я думаю что такая версия имеет право на существование потому что на самом деле очень и очень похожи похожи горы крыма на выработки пород горным экскаватором чисто случайно мои слова получили подтверждение когда нашим родным с которыми вы уже знакомые друзья рисовал на листе бумаги горы который видел до этого в интернете но в частности я рисовал мангуб калле ближайшие горы которые видел в роликах спрашивал где такие места находятся потому что я хочу туда съездить название не помню подскажите пожалуйста помню что это бахачисарайском районе но точно не могу вспомнить название я вот изображал именно коры такие вот немножко плоские сверху с ровными ребрами и наклон на его цепью снизу и мне сказали что таких гор на самом деле много и ты рисуешь то что будет встречаться на каждом шагу и поэтому не совсем понятно что ты конкретно имеешь ввиду однако вот можем порекомендовать несколько мест и вот порекомендовали мангуб калле ну и так вот тот рисунок который рисовал повторяет непосредственно форму близлежащих гор и если вы посмотрите как выглядит местность после добычи породы горным экскалатором то поймете что это очень и очень похоже поэтому такая версия что горы образовались именно не естественным путем не путем выветривания пород а именно технологическим путем вполне я думаю что имеет право свое существование при въезде в поселок непосредственно который находится около самой горы около точки назначения будет много людей которые будут показывать парковку требовать остановиться ну или там просить остановиться жестикулировать однако не обязательно там останавливаться просто таким образом местные жители зарабатывают деньги то есть вы останавливаетесь с вас могут и платно взять за парковку тут же могут предложить за деньги подняться на мат губ колено уазике можно подъехать прямо прямо как можно ближе к горе там остановиться абсолютно бесплатно кафешки кстати рядом есть неплохие также вы можете заказать уазик и на нем подняться на гору ну а можно подняться пешком как сделали это мы в принципе машина скорее всего ваша будет безопасности никто с ней ничего не сделает люди приветливые татары в принципе в наше время довольно дружелюбный народ и вот сейчас мы будем подниматься вон туда вот она мангук колел прямо по центру экрана вдалеке мы видим эту гору предлагали конечно нам уазик 10 километров там проехать вот решили пешки драл идти посмотрим сможем дойти или нет смотрим взрослые с детьми вроде ходят вот просто только в ребенке к насколько тяжело ей будет подниматься по тропинке пришлось раздеться потому что обливаюсь потом я по краю не иду некуда упасть а здесь на тех кто решится пешком подняться на мангук коле сразу скажу подъем очень крутой дорога идет очень круто вверх поэтому будет довольно тяжело на пути вам встретиться древнее кладбище древние пещеры также будет холодный родник возможно он несет какую-то смысловую нагрузку в себе и вообще каждый камень практически которые вам встретиться лежит на этой горе не просто так и имеет определенную историю также на пути встретятся сооружения кладки и прочие следы древней жизни вообще в целом я не жалею что мы именно пешком пошли на гору по результату нашей прогулки но вообще поход довольно тяжелый особенно с ребенком ксюшка у нас шла сама своими ногами я видел как детей в рамбре нести на руках и третий год так что имейте ввиду друзья это обстоятельство если вы пойдете на эту гору и сразу предупрежу темнеет вечером довольно быстро так что нужно успеть спуститься с горы желательно до наступления темноты мы же немного задержались мы пошли в гору уже довольно поздно наверное в шестом часу вечера уже я не скажу что это была ошибка я даже рад этому потому что мне удалось заснять красивейший закат последний рывок остался всего еще какие-нибудь там полтора километра пойдем сколько осталось? не знаю но если будет хотя бы немного мы задержались еще на горе то возможно пришлось бы ночевать где-нибудь среди древних могил которые находятся на склоне Мангуккале Козилика 6-й век Субтитры делал DimaTorzok Скальное сооружение на Южном обрыве К глубочайшему сожалению Камера не передает атмосферы Не передает всей красоты, полноты Совершенно непонятно Где еще вершина нашей горы А где уже обрыв находится И где горы вдалеке Это уже стало для нас понятно После того как мы просмотрели кадры Отснятые на горе Но живем Друзья, это очень прекрасно Это очень красиво Очень рекомендую Очень красиво Очень красиво, друзья И так жутковато, конечно Но просто красота неописуемая Не зря Просто излюбительно Из крайней просторы Очень рад, что сюда приехали Прямо под нами пещеры Я бы сказала, что мы достаточно быстро доехали Идите туда А мы не подходим туда Нет, смотри, мы как бы в топливе Непосредственно в нашем походе Все было прекрасно А вон там, смотри До того момента Когда вдруг моей супруге Стало немножко не по себе Немножко страшно Когда обрывы стали более открытыми Когда подземный город стал уже очевиден Когда мы увидели бескрайние дыры под ногами у нас И когда мы уже подходили к самому интересному и красивому месту Куда мы, собственно, и шли К подземному городу У меня супруга просто сказала, что мы дальше не пойдем Было грустно и обидно Но что было делать? Не возвращаться же назад Вдобавок ко всему я был отпущен на свободу Один Погулять Посмотреть Ну и не пойти было просто нельзя Поэтому я отправился дальше один Смотрим, друзья Ищем входы В подземное В подземелье Очень красиво Встретили ребят Тоже ищут Как и мы не могут пока найти Входы в пещеру Сейчас будет именно то место, где снимался Фильм Крым Очень красивое место Потрясающее И это все-таки то, зачем сюда приезжают туристы Входи в пещеру Входи в пещеру Входи в пещеру Что-то Входи в пещеру девчонки со мной на самое интересное почему-то не пошли самое интересное место где пещеры находятся не такая смотровая площадка отличная вон там вдалеке я так понимаю что вот стоят машины наша машина стоит он там и оставили вот это все расстояние мы преодолели пешком и вот самое красивое место сейчас попробую еще конечно их уговорить сходить но пока не пошли безумно красиво очень ну просто вот я не знаю прямо свирепое красивое место и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возможно кто-то напишет в комментариях Очень интересно вообще Откуда это и почему именно ему Здесь установлена памятная доска Именно тут главные герои фильма «Крон» Встретились, тут они ходили, гуляли, встречались Тут они страдали друг по другу Для тех кто не смотрел этот фильм Обязательно посмотрите Он не настолько политизирован Как возможно вам кажется Если вы его не видели Это не реклама Это просто личный отзыв Также в этом фильме Во всю красу показан Мангуб Кале С различных ракурсов И обязательно приезжайте Конечно же на Мангуб Посетите это сказочное место Оцените его по достоинству Если вы еще не были здесь Ну а если были То надеюсь Мои кадры, мои комментарии Тоже вам будут интересны И вам они понравятся Друзья Ну а мы идем дальше Гулять по Мангуб Кале Вы скажем вот эти раны Поднимайся А мы помним А? Давай Вы знаете, я полный от собой Забой вы Ага Ага Привет, друзья Меня зовут Кузнецов Сергей И это канал Опыт Чудака И сегодня Мы на Мангуб Кале Крым Такая дырень Ублеха Куда сыграешь И все И не найдут Ну и настал Совсем поздний вечер Настал закат Закат Мы встретили На вершине горы Вернее Я встретил Мои девушки Немножко где-то Остались сзади Ждали меня Ну Делать мне было нечего Я был отпущен Я пошел гулять Я очень переживал за них Но однако Не заснять закат Было невозможно И не показать ему Поэтому Все таки Я сделал это Ну супруга почему-то Очень рассердилась На меня Хотя она меня отпускала Я не знаю почему Я когда вернулся Они уж там чуть ли не плакали Хотя у меня не было там Ну не более там 25-30 дней А где иначе За тобой бы Другой бы полетел Ну и когда пошли обратно В какой В какой-то момент Мы поняли Что Не знаю Не той дорогой Которые подымались И новая наша дорога Была более крутая Чем предыдущие Но так как тюмело Мы приняли решение Все таки развернуться Найти ту дорогу По которой шли И выйти именно по ней И в будущем Я понял что это Абсолютно правильное решение Так как В противном случае Нам грозило Встретить Полную темноту В пути А путь для нас Был новый Неизведанный И неизвестно Насколько Крутая дорога Нас ждала Мы немного вернулись И отправились По тому же пути По которому мы подымались И несмотря на то Что было темно Мы знали что То в принципе Ничего такого Сверхъестественного Не ждет нас В дороге Итак друзья Солнце село Мы идем обратно Сейчас будет Темно уже Так что по горе Поползем По тьмам Супруга крайне Недовольна Высказала все Что обо мне думает А еще не все Короче обещают Мне еще высказать Так что Возможно это Последнее мое видео Возможно вы увидите Уже Если кто-то Смонтирует Его другой Вот Но тем не менее Все нормально Еще не ночь И мы двигаемся К автомобилю И потом Едем В Севастополь Обратно Обратно На самом деле Даже по знакомой Дороге При спуске С гор Идти Довольно Опасно И даже Где-то Немного Не по себе Потому что Много препятствий Каких-то Обрывов Может быть И Все-таки Рекомендую Возвращаться По светлому Либо уже Ночевать На Мангупе И спускаться Утром Практически Вышли Скала Перед нами Девчонки Бляха Вперед Немножко Убежали Пока С фотоаппаратом Разбирался Бросили меня Итак Друзья Меня зовут Кузнецов Сергей Это канал Опыт Чудака Продолжайте Смотреть Мои Ролики Скоро Вы увидите Дорогу на судак Мы с Меганом Мы посетим Добрых Енотов Незамедлительно Открывайте Следующее видео Подписывайтесь На канал Я верю Что все будет хорошо Но по крайней мере Когда-нибудь Друзья Спасибо Добавил субтитры Продолжение следует...